здравствуйте друзья сегодня 27 февраля 2021 года сейчас еще будет один плейлист открыть это первый фильм для того плейлиста почему он тут нужен потому что есть вещи которые не входят в какие рамки все-таки хотелось бы чтобы они знали бог не дал особую наблюдательность особое видение этого мира поэтому мы с вами окунемся в него вот ну может это покажется вам грустным но начну я с аннотации книги которая давно лежит в черновике много лет и наверно в нем и останется навсегда но тем не менее такими вот кусочками вы узнаете много интересного поехали я буду собственный текст произносить вслух по моей собственной цитате лучше один раз услышать чем что раз увидеть как-то не странно звучит мы с вами с экрана многие из нас я в том числе читать не можем не хотим а вот слышать уже становится намного легче вот имеющий уши да услышит наверное так назову это все потом весь плейлист имеющий уши да услышит и так книга новая садово служили до сперва веке это аннотация здравствуйте наши новые друзья завидую вам у меня почти все позади и молодость и энтузиазм и отчаянные попытки сотворения чудес своими руками вы сбылись почти все мечты я потом покажу фотографии только не забудьте быстренько сбегать за валидолом а вас то процесс нашего знакомства и познания в чудесном мире садоводства кстати будем не только садоводство может стать поворотным моментом вашей жизни это когда вы погрузитесь в мир садовых чудес и поймете что настоящее садоводство не вымученное и не изуверское каким оно стало в результате экспериментов по насильству выжимания из деревьев плодов трагедия в том что никто никогда не связался общепринятой и зверской практикой мученическую короткую жизнь живых деревьев деревьев имеющих душу и страдающих подчеркиваю имеющих душу и страдающих и без того в страшных условиях которые мы им создали насильственно переселив на тысячи километров на северо-восток много лет я бился над разгадкой нашего прошлого и вот оно мое главное понимание в жизни природе ни рыбы ни птицы ни животные не грибы ни насекомы не обладают индивидуальностью а внимание индивидуальностью это когда каждая личность обладают только люди оккультуренные растения и домашние животные вот однажды произошел страшнейшая сила катаклизм а затем и одичание именно высокоразвитых людей и высокоразвитых деревьев с плодами обладающим абсолютно райским вкусом одичание только благодаря которым мы и деревья выжили ну а далее все как у гибридов происходят культурные дикие гены перемешались и в разные пропорции передаются из поколения в поколение перетасовываясь и рождая среди людей и гениев и злодеев и мать терезу и гитлера а среди растений даже среди потомков одного дерева мелкие несведомленные плоды и тут же шедевры вроде обнаруженные девятнадцатого века в лесу сладчайшей груши лесной красавицы или сладчайшей шелковицы которую никогда и никто не одомашнивал примеры жизни есть страшные варварские хирургические методы по работе с людьми но спасительные а то бы и меня уже давно не было бы в живых с помощью скальпеля и ниток нас режут сшивают или продают жизнь и тут же кто-то это делать без ножа с помощью наложения рук это потому что мы живые а значит имеем душу и общаемся еще и с помощью душевных движений то же самое происходит и при общении с нашими друзьями растениями ведь уже никто кроме кучки фанатов не спротив замены важнейших органов у человека и вот она дилемма запрет или благословение на прививки деревьев заметь у нас пришивают и печень и почки много чего еще и сердце а во мне прекрасно уживается и практика прививок и практика посадок и выращивание корресовских деревьев первое мы достигли совершенства как хирурги а точнее столеры сращивая с помощью прививочного ножа две половинки дикую и культурную а ведь есть люди садоводы умеющие это делать тоже без ножа только с помощью ласковых рук и любви к растениям мы имеющие именно смешанные сады где уживаются и дикие и полукультурные и культурные растения получили потомство от них из удивительных разноплановых косточек сочетающих и морозостойкость и качество плодов пусть не со всех но с большими шансами лично собой направлен в том что я пропагандирую начинать именно с сеянцев выращенных на месте без единой пересадки обрекающие деревья на короткую жизнь второе хочу применить самый простой дешевый эффективный способ сочетающий два казалось бы антагонистических способа варварская рутинная прививка и сеянцевое выращивание это когда первое сердце рядом первое морозостойкие полудикие полукультурные абрикосы сливы вишни синица в руках ну то добавлю от себя полный погреб набитый холодильник соки компоты варенье и прочее второе это уже как минимум культурные абрикосы сливы вишни черешки персики жураль в небе и третье то есть если они отойдут до положения но шанс на риск третье уже ближайшей весной б переносится на а виде прививок и получается жар птица и может быть именно с этого разговора и знакомство своей технологии противоположно общепринятое нас станет больше повторяю в очередной раз внимание мы потомки тех кто жил в эдеме скобках в раю и передал нам маниакальное желание раз уж не вернуться в рай то создать подобие рая на своем участке и возродить райские сорта силой любви к природе и лучшим детям плодовым растениям и плодам пищи для нас птиц животных насекомых против нас ополчилась природа но мы прячемся под крыши домов и теплое одеяло а как растения со сладкими плодами они тоже приспособилась приспособились у них выращенных из косточек два пути умереть или отличать я так думал пока несколькими переселами и последовательными прививками всего за несколько лет значительно не улучшил вкус манджирской абрикосов китайских слив сибирских вишен вот так на рынок не надеюсь шансов менее 1 процента а жизнь это всего до несколько десятков человеческих вершина успеха работа с непересаженными растениями по новой технологии самыми морозойки в мире под войны и сами роскошными привоями удачи вам новых друзей из душевных людей садоводов и растений зачарованный сибирский садовод валерий константинов джелеза на этом все заканчивается а а теперь давайте перенесемся знаете куда вот сюда вот вот эти фотографии сейчас придется как-то их значит эти фотографии те самые которые я предлагал вам смотреть с помощью валидола их много но у меня 20 минут пока не отключится камера которая выключается сама не спрашивает согласие давайте мы сейчас каждый из них будем вот так рассматривать вот так направлю вот комментировать я сегодня не буду потом вам захочется иметь то же самое вы можете закидывать меня вопросами потому что на это фирме будут и мой электронный адрес и это самый адрес сайта и предложение все что вы помните три пути синица в руках вот жара в небе и жар птица что все это будет и у вас вот давайте поехали сейчас надо немножечко это дело поправить минуточку это время немного не займет потому что чуть-чуть камеру надо вот так вот она сделать вот наверное вот так ну что то видно так пойдемте дальше вот я просто буду листать без комментариев хотя мне так хочется начать рассказывать про каждого каждого дерева а такие фотографии вы еще не видели больше сейчас не видели а каждое дерево это личность настоящая личность вот валидол не забыли лучше сад россии но не нужны почему-то науки не больше всего это ошарашивает здесь ученый ваулин александр юрьевич который перенял бою технологию без пересадки вот без ухода повторяю большую часть этого вы еще не видели хотя количество фирма поверить это сложно но не реально больше полутора тысяч сейчас я перешел на работу по одному фильму в день вот лишь бы только мои друзья успевали эти фильмы брать и превращать их конфетку то есть оформлять чтобы была музыка все было красиво вот это ранний железо назовем его так фотографии старые еще с тех времен когда мы их называли помните мыльницы вещи раньше были эти слава как память подводит еще прежнюю вот жаль что какая-то темень на экране мне кажется почему-то на экране намного темнее чем в жизни мне кажется вот это в пользу все включено в сторону лампы и не повлияло ну ладно все равно видно что-то же видно а как их не видишь где-то плоды гиганты меня железо упрекали в гигантизме представляете мой сад расплылся по соседям двинулся место было мало вот они соседи многие из этих фотографий украдены в прямом смысле вот это украдено украдено никак просто вставили в свои сайты вот в своих садов нет осаженцами торгуют один из главных феноменов почему-то не разгаданный ни министерства внутренних дел ни прокурорами вот никем идет дикий миллиардный грабеж миллиарды миллиарды из кармана а ничего этого у них нет я хоть страхую своих девочек фотографирую чтоб меня не обвиняли в том что эти плоды нарисованы или сделаны в Крыму мы не выездные нам Крым не сведет ни мне ни моим родственникам уровень жизни вот я не раз приводил примеры книги не нужны аннотации вы читали красивая зовущая вдаль но книга никогда не будет напечатана зарабатывать я уже 71 год вот такие дела какой там Крым свою профессию я назову одной из самых низких между теми кто копает землю и работает лопатой метлой это дворники гробокопатели вот разнорабочие одностройки вот это мой уровень вот это мой уровень короткий надеюсь на экране это будет хотя бы частично видно И это украдено рекордсмен, ой не буду называть крупнейший в России, питомник, который выращивает всякую ерунду об 90-х, вот еще это украдено куча питомников, украдено, вот, потом обратите на него внимание. Видите, тут везде дата стоит, это 22 сентября 19-го года, подчеркиваю, я не умею делать логотипы, знаешь, что такое логотип, объясняю, это когда берется и наносится какой-то текст прям по фотографии, с таким расчетом, чтобы люди знали, это мое, покажет человек, это моя фотография, это может быть фамилия, может на английском, может что угодно быть, какой-нибудь вычурный рисунок, но он подчеркивает, что все, уже не украдут, воруют. Почему вот эти фотографии, они были у меня без логотипа, я их ставить не умею, и видите, 22 сентября на каждой стоит, это не дата, когда я снимал в лесу, я все свои фотографии из своего архива вот так сфотографировал, фотографировал, это я фотографировал прямо экран, и теперь догадайтесь, почему с одного раза, правильно, вот, теперь видно, что это мои фотографии, когда вы видите вот это вот, а кстати, линейка тоже моя, воруют фотографии с линейками, с этими, вот, не догадываюсь, что это линейка, выдает их, просто не догадываюсь. Вот это его любят воровать, 500 грамм яблочек, скромно такое, 500 грамм. Журналистка меня фотографировала, мои колонны, три мировых рекорда, по высоте, по выражальности и по морозостойкости, мои абрикосы переделаны в персики, то есть я говорю, мои, 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 никогда и нигде вы такое больше не увидите. Вот это любимая фотография всякого мошенника, около 200 сайтов присвоили эти фотографии, у меня целая подборка есть, вот, стопроцентное мошенничество, господи, если за те, эти судебные дела, вот это воруются часто, и эти судебные дела, я бы стал миллионером, вот, а я, мне говорят, ты в Крыму снял, я говорю, да и у меня 40 лет я не был в Крыму, как я мог снять? А тогда 40 лет назад цифровых фотоаппаратов не было, вот это уже цифровой фотоаппарат пошел. Большинство этих фотографий вы не видели, но тем не менее, это мой сад, это мой почерк, это мой забор, вот, красота какая, сам не верю. Сейчас, ущипните меня, я проснусь и окажусь среди ранее, так. Мои персики неукривные, видите, это забор, он и сейчас такой стоит, вот, представляю, когда вот эта украденная фотография, да, и кто-то мне скажет, это ты железо нас украл, а ну-ка, это самое, ты зачем нас позоришь, у нас же из-за этого покупателя меньше будет, вот. Мы на тебя в суд подойдем, я бы, суд бы прошел, я бы сказал, ну-ка, давайте посмотрим, чей этот забор, вот так он выглядит, не спутаешь. А этот тоже, он же только в торце мы были, а теперь мы смотрим на него вот так, вон, видно мои ливневые эти самые стоки, видели, видели мои ковновидки. Красота какая, сколько у нас там времени еще? Ну-ка, по 22 минуты, еще 7 минут, я буду лисать, но не спеша, чтобы вы могли разглядеть, что все это не сказки. Некоторые сравнивают мою лучшую вишню с черешней, говорят, мои вкуснее. Есть к тому примеры. Вот редкий случай, африканец. Степная вишня, окислятельная была, внедрил в гены черешни, стало вкуснее. О! Привез в Украину, и оказалось, что это с Канады. Правильное название квиньки. Ну, это мне украинский садовод продавая черенки, назвал квинто. Даже ранетки эти. Вот жалко, теряю вот эти сорты, сорта. Слепского, великолепный сорт, у меня больше нет. Единственное, дерево упало, пороганный ветер. А замены нет, места нет, денег нет. Вот так и живем, теряя вот это все. 71 год. Вот он, мировой рекордсмен, любуйтесь. Самая высокая, самая урожайная, самая растойкая колонавидная яблони в мире. В мире, подчеркиваю. Вот. Совершенно не надо науки. Касарский пипенчик. Приезжает ко мне к саму, к урожайному. Я говорю, пошли к соседу. Он увлекается этими самыми полукультурками и иронетками. Он в них не ублен. Приезжаем, приходим к соседу. Он видел эту фотографию у меня на сайте. Мы книгу уже писали. Пишем книгу, приходим к соседу. А ее нету. Спилил. Я ему насадил крупноплодных. Так он взял вот эту вот, спилил. Он меня, к урожайному, заставил уважать полукультурки. Все-таки это страховой фонд. А ничего попало. Наверное, буду листать до самого конца, до 30-й минуты. Посадил когда-то с дурой маленькой деревца. Ужасло такое. Вот. Когда-то такое урожай, я знаю. Впереди 40-градусная зима. Мой персик у соседа. Ну, укрывал снегом. Одна из колоновинок моих. Попробовать наука такие вырастить. У них максимум мне по плечи вырастают. Редко больше. Сколько яблок пропадает. Первый раз вы видите полторы тысячи фильмов. Но вот чтобы так показать большую часть коллекции, такого мне не приходило в голову. Сейчас Курдюмов и кандидат на этих всех хознаук Бойкова. Это мои гости. Мои личные клоны. Личные, подчеркиваю, личные. Такого нет нигде и никогда. Персики. Переденные сливы. Персики. Маленькие сливки. Меня упрекает гигантизм. Вот. У них меньше питательных веществ. Вот. Сахара-то у них точно больше. В этих плодах моих гигантах. Именно гигантах. Ну, а что там меньше каких-то питательных веществ. Я говорю, господи, да давайте со страной вырастим вот эти вот гиганты. А потом уже будем говорить, вот, полезные они, неполезные. А? Как они будут быть неполезными? Нет, тем не менее, по морде время это им не прилетает. Прилетает, прилетает. Кончилось. Так, сколько тут осталось? 25 минут. Осталось 4-3 минуты съемки. Все равно выключится. Вот, ну, в принципе, мы с вами уже поговорили. Вот. Проблемы есть. Черносливы. У них это самое... Век кончается. Нет места перенести черенки и посадить новые. Ну, нет тут. Представляете, в каком мире мы живем. Лучший в России сад. Ничего близко нет у научных этих. У всех тысяч ученых, у всех сотнях научных исследований близко. А вот нет, то, что вы сейчас видели. Даже в помине. Мало того, они не пытаются или не читают, что это невозможно. Вот так, друзья. Ну, и естественно, что все это должно было отражено в книге. Книга написана, черновики есть. Хоть горят, рукописи не сгорят. Но, скорее всего, они-то не горят. Но гнить могут. Вот, на этой грустной ноте мы с вами расстаемся. Ни земли, ни денег, чтобы купить. Сейчас он в секторе. Сотка, знаешь, сколько все стоит? Тысяч сто. Это здесь, в Сибири. Вокруг немерено все зарастает лесом. Навсегда теряется по этой земле, которая называется сельхозназначение. Их запретили когда-то продавать людям. Это святое. Это земли сельхозназначения. И они сотни тысяч гектаров зарастают лесом. Лес нам нужен. То есть прапрапрадеды. То есть прапрап... Нет, наоборот. Как их называют? Потомков. Вот. Внуки, правнуки. Начнут этот лес перерабатывать, когда ему станет 30-40 лет. 50. А сейчас он зарастает. А на нем не нашлось несколько соток, чтобы вот этот чернослив еще пока жило последнее дерево. Это вот чудо и чудес. Вот. Это волшка-красавица, знаменитый сорт. Его уже на Волге забыли. Все сейчас гниет, сейчас все деградирует. И в этот момент сейчас последнее дерево уже еле живо, оно погибнет, и все. А ведь это Сибирь. А им плевать на Сибирь. А дереву 30 лет и полос. А у него потомства нету. Несколько соток в Сибири, где миллионы, ну, сотни тысяч этих самых гектаров, уже не соток, гектаров земли зарастает лесом, не нашлось. А два соседа продают рядом. Один продает за миллион семьсот, второй раздумал продавать за два. Ждет, когда еще цены вырастут. А знаете, сколько там всего соток? У одного 10, другого 20. И старенькие домишки. Вот. И все это ценой, как у нас в городе двух-трекоматные квартиры. А вокруг все зарастает лесом. Вот так. На этой грустной ноте я с вами расстаюсь, друзья. Вот. До свидания. Я надеюсь, и сильно настроение испортил, потому что то, что вы видели, все-таки имеют один процент. Не знаю, когда. Может, когда наши придут. Кого имею в виду? Настоящий министр этого самого сельскохозяйства, министр просвещения, вот. Представь академии наук. Вот. Если там появятся, а потом за собой потащат нас. Мы еще живы. Старая гвардия не сдается. Вот. И так как было недавно, 23 февраля, я старый большевик, заканчивая словами. А когда меня поздравляют, я всегда три слова отвечаю. Служу Советскому Союзу. Перше.